пошла жара как поется в популярной песенке у нас сегодня обзор пылесоса это ручной пылесос беспроводной компания анкер как называется подразделение и понятно вот такого на я ее начале гуфи назвал потому что она так странно написано вот собственно вот она гуфи у фиш считается как гуфи но вот это у них подразделение которое занимается пылесосами какой-то домашней техникой ну и вот ручной пылесос беспроводной это холм ваг с 11 модель и прошу любить и жаловать технические параметры вот в два слова здесь соответственно 120 на 33 ватта и 17 ватт контейнер на ноль шестьдесят пять литров весит это чудо 2 и 7 килограммов высота максимально если вы сюда поставите все эти трубочки получится 110 сантиметров и аккумулятор на 63 ватт часа он собран из нескольких банков здесь по-моему 1 2 3 4 5 или 6 или 5 вот что-то такое типы сборника циклонные управление механическое но такой относительно простой но при этом качественный гаджет что входит в комплект коробка огроменная такая вот значит есть щелевая вот такая вот насадочка такая вот тоненькая щелевая насадочка здесь есть крепление для вот этого устройства то есть на стену закрепили вот сюда раз вот этой вот ручкой и собственно все хорошо дальше вот это и вот вещи цепляются насадки я честно говоря ни разу этого не делал ну короче они как-то там цепляют столь вот и вот так то короче они там как цепляются по-хитрому следующее блок питания вот такой вот маленький обычный наверное хотелось бы типа юсб си но здесь проприетарный разъем это у нас 24 ватта тем не менее да есть такой маленький да удалить но и вот такая вот еще щетка видите она опять же щелевая вы вот так ее выстреливаете и еще получается щеточку с воросинкой все это снимается очень легко нажимаете и снимаете вот такой вот он получается достаточно компактный аккумулятор за съемные что очень важно но здесь вот раз аккумулятор сняли ну вот и обратно его так щелк да 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 не наигрался в детстве роман здесь есть механическая кнопка переключения мощности я уже сказал 120 ватт x3 17 ватт по умолчанию стоит средняя мощность для того чтобы переключить на больше вы нажимаете один раз переключаете еще раз получаете с маленькую мощность 17 ваттную мощность ну и соответственно вот здесь у вас кнопочка для того чтобы запустить весь этот процесс что еще есть здесь есть кнопка для того чтобы извлекать вот этот вот контейнер с мусором то есть нажимаете снимаете и вот получаете вот такой вот контейнер вот так вот он выглядит вот это отверстие вот здесь вот у нас хепа фильтр стоит вы можете вынимать но по-моему это хепа все-таки фильтр да вот можно вынуть тряхнуть и обратно поставить обратно установка очень легкая то есть вот в берете вот так вот раз аккуратненько и защелкиваете ну а соответственно пыль выстряскается вот таким вот образом открываете пыль вылетает и обратно все закрываете очень все понятно здесь есть два коннектора для щетки для щетки это самое главное крутое вот такая вот огромная труба вот такая вот щетка моторизированная вот здесь вот тоже нажимаете и снимаете металлическая все остальное пластик здесь у нас прикол в том что щетка может ходить во все стороны то есть она вот так вот так может по заезжать и здесь есть подсветка вот здесь вот есть светодиодная подсветка подсвечивать пыль казалось бы ерунда зачем она надо но в реальной жизни она мне пригодилась ну то есть вот ты где-то есть темняк ну например там под шкафом и туда заезжая свет светит и прям ты видишь всю пыль и ты а вот здесь они пропылесосил дужек заехал и пропылесосил вот здесь вот колесики очень хорошие качественные колесики они не тормозят вот и соответственно выбираете любую форму вот вы видите она гнется во все стороны вот как угодно можете заехать под прямым углом вот так вот так вот так даже под 90 градусов можете заехать но и щетка здесь уж извините она грязная давно потому что я пользовался вот так она выглядит моторизированная то есть за счет питания вот здесь вот подключается питание как собственно выглядит все это дело с щеткой и как щеткой работает атаку поворачивайте Чик-чик И вот Ну, еще раз говорю, извините за то, что там пыль, грязь Но как-то надо это вам показывать Все это дело Да, вот вы запускаете Вот, и, соответственно, радуйтесь жизни Щетку мы отключаем Все это очень легко Высовывается, прячется, ставится Самое главное, это то, что это устройство очень компактное Вот я купил себе пылесос Как он называется С уборкой воды Водяной пылесос, нет Ну, короче, вы поняли, да? Пылесос, моющий пылесос Он огромный, тяжелый, никуда не помещается Вот эту вот штуковину я разобрал И в шкафчик только поставил Вот и все Вот все место и заняло А там, ну, понятное дело, там гораздо больше мощность Там вода, но это отдельная история Сколько его чистить надо, ну и так далее Здесь все очень просто Наделать щеточки По времени работы И я, когда первый раз включил на максимальной мощности Давайте послушаем на максимальной мощности Я, когда первый раз переключил на максимальную мощность Ну, я привык все свои гаджеты на максимум использовать Я получил 7 минут 7 минут Вот это офигеть 7 минут Вот, и я такой О, блин И как я буду убирать квартиру Потом переключил на средний На среднем 35 минут И это уже гораздо круче То есть за 7 минут я не успел даже одну комнату убрать За 35 я почти всю квартиру убрал Без проблем Причем там по два раза некоторые углы И по три раза то-сё Ну, а на минимальной мощности там примерно 55 минут получается То есть это вполне достаточно Хватает ли мощности средней И минимальной? Да, вполне хватает Нормально тянет, без особых проблем То есть я имел в своем распоряжении большое количество роботов-пылесосов И, соответственно, могу вам точно сказать Что эта вещь значительно лучше, чем робот-пылесос Со всех точек зрения И всасывает значительно лучше И убирает лучше И контейнер больше Ну, и так далее, и так далее Поэтому Если вы Вот, кстати Вот мы высунули Вот он, хипофильтр на самом деле Вот мы его высунули И устанавливаем обратно Сейчас я не установлю обратно его, естественно Короче, как-то так Во, закрутил Значит, с роботом и пылесосами Я так понял Либо робот-пылесос с лидаром Который строит карту помещения Либо не надо брать Это какая-то Ну, трата денег очень странная Дело в том, что Убирает он так себе Вот Но самая большая проблема А для кого-то Может быть, кстати, это не проблема Что перед тем, как робот поедет Надо все убрать везде Все убрать У меня вот ребенок, например Может разбросать где угодно игрушки И ты вот не подловишь Если эту игрушку Все Засосет Провода убрать Надо однозначно Все засасывает Кстати, вот этот пылесос Провода не съедает Даже вот этой вот Моторизированной щеткой Это очень круто А робот-пылесос Без проблем Вот у меня один раз Он как съел все это дело Порвал провода И я такой Блин, ни хрена Провод за тысячу рублей мне порвал Ну, в общем Неприятная была история Поэтому Вы со мной можете не соглашаться Но робота-пылесоса Это такая некая игрушка Которая Немножечко поддерживает чистоту В идеальной квартире Ну, я не знаю Вот у вас там Кафельная плитка Или, например, ламинат Везде во всей комнате В квартире Там везде Вот ровные полы И так далее Потому что Там дальше еще история А насколько хорошо робот Переезжает через пороги У меня, например Полтора Сколько? Полтора сантиметра порог Есть межкомнатный Из-за того, что Там плитка А там ламинат у меня уложен У меня даже не ламинат У меня паркетная доска И высота большая И порог большой Ну, и, соответственно Робот-пылесос Почти все А нет, дык И все А ты такой купаешься себе Кайф ловишь Лежишь вот так А робот-пылесос Не могу переехать И вот ты его назад А он опять не может переехать Ну, и, блин, думаешь Вот что Вот он полквартиры убрал А дальше затормозился Но, в целом, конечно, прикольно Что он сам там ездит Сам там Что-то там пылесосит Но, опять же По опыту могу сказать Что сюда вот полный контейнер набивается А в роботе-пылесосе У него в половину этого контейнера И там его по два раза нужно запускать Чтобы так более-менее убрало Но, опять же Ворсистая поверхность Пороги Там еще чего-то Ну, опять же Для идеальных условий Вот эта вот штуковина Всепогодная, скажем так Можно ее и в машину запихнуть Как портативку Можно машину саму Там почистить Куда-то поставить Положить То есть, место вообще ничего не занимает Пылесосит хорошо Мощность высокая Хотелось бы на 120 ватт Конечно, все это дело пылесосит Ну, блин, вот такая вот история Извините Значит, 15 тысяч рублей Эта вещь стоит Аккумуляторы сменные Время работы вам назвал Ну, если будут у вас какие-то вопросы Да, какие-то конкретные Что типа А так, а ты вот нам это не сказал Вы мне, естественно, все рассказываете Я постараюсь ответить, соответственно То, что здесь есть подсветка Это тоже плюс Вроде бы какая-то ерунда Зачем оно надо Но помогает Да, вот под шкафами Где-то едешь Или там, например, в ванную Заезжаешь Под тумбочку В туалете За сам вот этот унитаз Да Вот так заехал Подсветил О, да Там не прошелся Ну, это тоже очень удобно Плюс контейнер Легкий Легкий Заменять его легко Вот здесь раз открыл Достал Опять-то так установил Щелкнул И все И делать больше нечего То есть На самом деле У меня опыт работы с пылесосами Большой У меня Было много пылесосов Стандартных Обычных У меня были и роботы У меня и моющий пылесос Сейчас есть Моющий пылесос Вот кто интересуется Сразу могу сказать Что Друзья Это больше заморочка будет Чем вы будете пылесосить С водой Потому что Вы заливаете туда воду Потом Каждую трубочку Нужно промыть Чтоб это все Потом не воняло Сам контейнер Нужно помыть Потом не забывайте Что туда нужно будет Заливать Пеногаситель Он не всегда нужен Но желательно Заливать пеногаситель Плюс специальные средства Но это все нужно искать Да Можно найти где-то дешевле Но вот например Пеногаситель Плюс Средства для чистки Официально стоит 2000 рублей Хватает его официально На 5 раз Ну понятное дело Что-то кто-то экономит Где-то покупает На алиэкспрессе Там и так далее Но мы же говорим Про розничную цену В среднем Да вот сколько стоит 2000 рублей Ну не знаю Мне кажется Это что-то перебор Ну и плюс Все помыть Поочистить Потом это все Нужно где-то поставить Чтоб это все Это высохло То есть на следующий день Ну не знаю Высохнет или нет У меня обычно Дня два Все это сушится Короче Это такой большой Большой геморрой Плюс сам Гаджет огромный У меня кстати Был дайсон Дайсон вот такого Вот плана Почему-то бил Током статическим Да Я нажимал Долго пылесосил А он через аккумулятор Пробивал Либо отсюда пробивал Либо здесь пробивал Мне Было неприятно В перчатках В этих вот Высоковольтных Работал Вот У меня был Дайсон Пылесос Обычный Классический Мне понравилось То что он был Не маневренный Абсолютно Какая-то трубочка У него корявая Была Колесики Плохо Крутились Покупал За бешеные Деньги А получил Какую-то ерунду Пылесосил Ну нормально Пылесосил Да Тоже такая вот Трубка была Ну в смысле Что контейнер Пластиковый И когда я Вот взял на тест Вот этот аппарат Ну я прям Кайфанул Честно Без всяких Там рекламу Прочего Я кайфанул Потому что Вот в руке Пылесосик Пропылесосили И все классно Такого же плана У меня Есть пылесос Xiaomi Вот такой вот он Portable Вакуум Клини И соответственно Он у меня сдох Через месяц работы Просто Ну включается И сразу Вырубается Вот Что-то Видимо То ли с аккумулятором То ли еще Что-то Покупал В кривом Магазине Поэтому Надо ехать В магазин Там сдавать По гарантии Ну короче Целое дело Вот Поэтому считаю Что вот эта модель Классная Да 15 тысяч Это не так И мало Я согласен Абсолютно Но Вот Знаете Меня все устраивает Качественные аксессуары Потому что Ну вот ты смотришь Вот классно выглядит Тут моему бошу Моющему пылесосу За миллионы Там такая аксессуарика идет Такие убогие Пластиковые Штучки Вот эти Ну блин Стремно смотреть Вот эта вот Прикольная штука На стену повесил Так хлоп Или как он там Вешаться Ну не важно даже Да Как-то он Вот так вот должен Что-то такое Да Вот так вот Раз И вот он на стене Висит Раз Сняли А сюда Аксессуары Привесили Правда я так и не понял Как они цепляются За что они там цепляются Где они цепляются Вот так Как-то тут может быть А Но это для Вот этой вот Мощной Кстати Кстати еще не сказал Да Добавлю Что вот эта вот Щеточка Она очень хорошо Убирает Моторизированная У меня опять же На моющем пылесосе Есть моторизированная Щетка И она так Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть Разбрасывает все вокруг И не убирает я перестал ей пользоваться она гораздо больше мощнее такая вот бестолковая абсолютно поэтому вот это наше все вот это будущее заряжается аккумулятор два часа ровно вот поэтому в принципе сына средней скорости убирали мне кажется ну это опять же это для маленьких помещений все это дело и вот и мне хватает два раза убрать квартиру всю достаточно тщательно там почти 35 минут до на одну комнату там минут 15 да ну что тут пылесосить у меня там вторая комната ну и по-быстрому туалет с ванной комнаты ну и так далее вот поэтому мне все понравилось вот я могу рекомендовать подобные пылесосы но в данном случае это у нас анкер версия называется home vac s11 и вот пожалуйста можете присматриваться к этой модели как это другим моделям вот но мне вот этот гаджет понравился всем большое спасибо пока пока